Милош Триярдов. 3 миллиона за день. ЛГБТ-сообщество. Это декаденство? Да. Это оперы. Люди, которые ведут страну. Вначале вазелином. У тебя похоть. Я похоть. А то мы уже... Я не знаю. А что это значит? Молодой любовник. Влюбился в пожилую женщину. Это не жук лапкой почесал. А разве я не виберант? Нет. Я не очень умный чувак. Да, вот. Мне пришло высказать свою позицию. Кто вот сегодня идиот? Михалков. Волки не едят бабушек. Погоди, погоди. Тебе не кажется, что сегодняшняя Россия... Ни демократия, ни человеческие ценности. Нет, да? Окей, хорошо. Прямо сейчас осуществляю мечту миллионов российских женщин. Стучусь в номер к Милошу Биковичу. Аглая Тарасова, плачь. Доброе утро. Здрасте. Здрасте. Конечно. Рада познакомиться. Вот так живет главный секс-символ. Ну, я такой же текст говорила Петрову, поэтому, ребят, не волнуйтесь. Боже мой. Алкоголь не пьет. Какие-то лимонады тут у него, негазированная водичка. Ну, я предполагал, что ты зайдешь, поэтому им все... Все прибрал. Я все прибрал. Постель прибрана, женского белья, наручников нет. Да, он в карманах. Даже не знаю. Слегка подъеденные орешки. Ничего провокационного. Ну, да, я сделал так, чтобы было это слегка... А почему до сих пор нету недвижимости в любимой Москве? Ты же вот давно планировал, я слышал. Я об этом не говорю. То есть я просто прячу этот факт, понимаешь? Я просто... Дверь для вас. Я не знаю, почему я дверь держу все время. Ну, Пад, то есть ты пока... Ну, ты собираешься покупать что-то? Я собираюсь. Да, не собираюсь, но я, знаешь, я об этом не говорю. Даже когда это случится, я буду продолжать и говорить, что нет. У меня нет ничего. Что ты скромный. Потом спросит, а где это? Знаешь, и придется отвечать. Я, насколько смотрю твою фильмографию, на главные какие-то роли, которые принесли тебе такую общероссийскую славу, ну, кроме Михалкова, такое ощущение, что тебя должны были долго уговаривать. То есть, ну, вот во всех интервью... Это просто говорит о том, что я не очень умный чувак. Да, вот ты снимался в фильме «Отель какого-то...» Она только что сказала «Да». «Отель и Вилон», потом, соответственно, «Холоп», дальше, насколько я знаю, фильм про Магомаева, который скоро выйдет, и даже «Белград» — это все. Ты вначале отказывался, потом продюсер тебя все-таки уговаривал. Почему так? Какие сомнения были? «Отель и Вилон» я боялся, что я останусь в этом амплуа надолго. Вот. Но я был неправ, потому что я раньше в таком амплуа не существовал. Это для меня было что-то новое. «Холоп» почему-то пытался отказаться от «Холопа». Потому что это один и тот же амплуа. Потому что я был прав. Так. И был прав, и не управ. Потому что это амплуа, в котором я раньше не снялся, но это вышло как очень успешный и хороший проект. Поэтому тебе прощают, если ты повторяешься хорошо. Так. Но в этом есть другая опасность превратиться. Вот у меня был Петров, гость в моей программе, и он сам говорил о том, что он боится того, что он такой популярный, но его всегда берут на одни и те же похожие роли. И вот там, например, фильм «Текст» для него была попытка вот что-то сделать совсем другое. Ты уже думаешь о том, что тебе нужна какая-то роль совсем другая? Может быть, Магомаев станет такой ролью, нет? Ну, Магомаев точно другой. Он отличается от Гришки из «Холопа», точно. Но да, я хочу менять разные роли. Хочу пробоваться и в драме, и в других ролях. Ты говорил, что ты хочешь играть в театре, и, в принципе, тебе нравится «Молочников» из молодых режиссеров. Да. А почему не играешь? Я не верю, ты сейчас суперпопулярный. Почему тебя не зовут играть? Я вчера играл спектакль. Ну, вот я имею в виду те режиссеры, да, кого ты хочешь в России. Предлагали уже что-то? «Молочников» предлагал, но вот он... Я уже на год вперед... Расписан. Расписан, да. И чтобы делать спектакль, надо оставить как минимум 3-4 месяца, в моем понимании. Вот, поэтому сейчас ситуация такая, но я думаю, что в каком-то будущем я что-то сыграю, точно. «Отель Белград». Это вот так по постеру такое ощущение, что это такая прямо... Министерство туризма Белграда, Сербской Республики, должно быть счастливо. То есть это такое позитивное кино про то, какая классная страна Сербия. Ну, а ты была в Сербии? Ты знаешь, по-моему, нет, кстати. Надо съездить. А у тебя есть некое понятие, что ты там можешь видеть, что тебя там ждет? Нет. Я только знаю, что ты там. Из-за таких, как ты, мы сделали это кино. То есть это такое, ну, как вот Вуди Аллен снимал фильм про Рим, рассказывает. То есть это такого плана картины? Ну, да. Она легкая? Легкая, чокнутая такая, карнавальная история такая... Но ты играешь тоже позитивного парня? Я играю того персонажа, которого я играл в сериале «Телли Ле». Ну, все пять у тебя, понимаешь, холоп. Ну, все уже, ты как Петров, приклеиться уже сейчас этой истории. Я думаю, это последний мажор. Ты так каждый раз говоришь. Про Магомаеву расскажи мне. Какой твой Магомаев будет? Я не старался копировать, то есть быть Магомаевым один в один. То есть я старался дать свое впечатление о нем. Это некий импрессионизм. В нашей стране, честным путем, таких денег не получаешь. Да, Магомаев молодой, горячий. Он артист, они же как дети. Потому что я считаю неправильным исключать личность актера, когда этот актер играет другой личности. То есть это должна быть некая, скажем, такая синергия Магомаева и моего личного впечатления о нем. Кто консультировал тебя по Магомаеву? Продюсеры. Они мне скинули кучу материала. Я сам изучал. Эпохой проникся? Да. Твоя любимая песня Магомаева? Я не знаю, в последнее время я почему-то пою постоянно «Москва». Ты хорошо поешь, кстати? Хуже, Магомаева. Ты знаешь, кстати, что у тебя есть прекрасная страница ВКонтакте, где твои поклонницы пишут, в каких ролях они бы хотели тебя видеть. Да, я знаю. Ты читал это? Читал. Там есть все. Начиная от того, что они хотят видеть тебя в роли уединенного лесника где-то в избушке. Они хотят видеть тебя монахом, который, значит, отшельник. Они хотят... Там много разных фантазий. Ты не читала это? Это какая-то одинокая тема. Монах. Ну, как будто они тебя хотят в драме. Там очень много желаний драмы. Правильно. Но мы подсчитали с нашей редакторской группой. Там есть два главных предложения. Печорин и князь Мышкин. Мнения разделились. Все их оба знали. Да, оба читал. Она читала. Так, кто тебе ближе? Кого бы... Ты знаешь, что мы даже с Кустурицей обсуждаем один проект. Сделать сегодня Печорин, то есть герой нашего времени, сегодняшним днем. Вот есть некая идея. Осуществится ли она или нет, я пока не знаю. Вот. А Мышкин... Мышкин это очень требовательная роль. Вот. И я думаю, что надо, чтобы еще чуть-чуть время... Я бы... Мне интересно... Чуть-чуть время, куда уж... Федор Михайлович уже там, понимаешь, сколько... Режит бедный закуп. Отойти от той версии, которую Миронов играл. Угу. Вот. И я думаю, что... Надо Мышкина сделать сегодня. Кто этот человек сегодня? Кто идиот сегодня? А кто вот сегодня идиот на твоей вскре? А я думаю, что ничего не поменялось. Что также люди, которые... которые живут с идеалами, они выглядят смешно в глазах общества. Все-таки. Все еще. И еще это сегодня еще хуже. Друзья, гадать, конечно, можно до бесконечности, но лучше быть ко всему готовыми. Запас масок у меня есть. Запас интереснейших выпусков «Осторожно, Собчак» у вас есть. Запас любимых пельменей «Сибирская коллекция». Вот же! Все самое важное внутри. Запас моих любимых пельменей есть. Теперь даже если закроют все рестораны на карантин, я спокойна. Чтобы получить вкусную еду, не обязательно куда-то идти. Иногда достаточно просто протянуть руку к холодильнику. Несколько минут и прекрасный ужин у вас на столе. Ну а что может быть лучше? Тихий домашний вечер, красивый Милош Бикович и вкусные пельмени «Сибирская коллекция» – мечта, не жизнь. Когда ты был на встрече с Владимиром Путиным, он награждал тебя орденом. Милош Бикович. Его хорошо знают не только на родине, но и за ее пределами. Ты сказал большую речь. И в том числе, ну ты говорил о том, что русский мир – это не только мир русских и православных, это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека, ну и какие-то такие правильные слова. Да, и в том числе ты сказал следующее. Этот мир, имеется в виду русский мир, воскресший цивилизации, отличается от мира декаденства и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная цивилизационного масштаба. Вот не кажется тебе, что те люди, которые тебя тогда аплодировали в кремлевском зале, гораздо ближе к миру декаденства и вседозволенности, чем условно, ну вот тот запад, который, западный мир, который здесь противопоставлен? Нет, не кажется. А знаешь почему? Не кажется, потому что я не пришел судить людям. Я не пришел смотреть, кто они такие. Я пришел высказать свою позицию. А каждый человек сам найдет свое место своими поступками. А мир вседозволенности и декаденства, ты что имеешь в виду? Это какой такой мир? Вот есть русский мир, про который ты говорил. Это мир правильных ценностей, это духовно осознанный человек. Это система ценностей, в которой самое важное – это статус, самая важная – это доминантность военная, экономическая. Самое важное – это свои собственные интересы и нет других идеалов. Вот это мир вседозволенности. А что ты вкладываешь? Вот мир декаденства и вседозволенности. Вот что там тебе не нравится? Нет, в мире декаденства и вседозволенности? Нет, вот в том мире, который ты имеешь в виду, что это за мир? Я просто пытаюсь понять. Это тенденции. Это не один американец или Трамп, или что они скажут и что они думают. Ведь сказал, этот мир, он не находится, нет границы между нами и ними. Это границы, которые находятся внутри человека. Ну хорошо, ЛГБТ-сообщество – это декаденство? Да, это декаденство. А знаешь почему? Почему? Декаденство, оно находится и в тебе, и в мне, и во всех этих людях. Не важно, какой ты ориентации. Декаденство – это когда ты занимаешься сексом из-за чистого удовольствия. То есть когда секс – это не любовь, это уже декаденство. И мы все находимся в этом состоянии. То есть сексом можно заниматься только по большой любви? Нет, сексом ты занимайся как ты хочешь и веди свою жизнь так, как ты хочешь. Я такое не говорю. Но я считаю, что это слабость. И с этой слабостью надо как-то справляться. А почему это слабость? Слушай, это дико интересно. Я вообще удивительно, что я собиралась говорить с тобой вообще о других вещах. Но то, что ты говоришь, дико интересно. Мне очень хочется тебя понять. А почему это слабость заниматься сексом ради удовольствия? Потому что ты… Почему это слабость? Да. Ну ты же занимаешься сексом. Так. И получай удовольствие. Да. Чтобы удовлетворить свои какие-то инстинкты, свои желания. Похоть. Да. То есть похоть – это не слабость. Ну нет. Ну как? Тебе иногда условно просто хочется секса. Ты просто занимаешься сексом. Почему это? И это не похоть? Ну потому что тогда… Это дано нам как человеку. Вот тебе хочется есть. Подожди. Тебе хочется есть. Погоди, погоди. Это грех поесть. Нет, нет. Погоди. Мы пришли сейчас с тобой. Мы вышли на чистое поле. Значит, у тебя похоть. Да, у меня похоть. И она… Вот в любом человеке она есть. И ты сейчас выходишь. И там тебе захотелось сексом с этим человеком. Нет, подожди. Давай так. Нет, нет, нет. А я в отношениях или без отношений? Нет, нет. Вот там ты делал. Ты в отношениях. Ты в отношениях. Нет, подожди. Если я в отношениях, я хочу этого человека, я поэтому с ним в отношениях. И только его ты хочешь. Ну, конечно. А зачем мне начать с ним в отношениях? И у тебя не может быть такого, что у тебя получилось… А, вот смотри, ты тоже красивый. Нет, у меня бывает так, что я, например, в отношениях… То есть у тебя не бывает такое? …и захотела другого человека. Тогда я расстаюсь с человеком и начинаю жить и, простите, трахаться с тем, кого я хочу. То есть, короче, тебе твоя похоть говорить, с кем ты будешь встречаться. Нет, но это совокупность желания, любви, там, не знаю, разных каких-то вещей. Но я считаю, что сексуальное притяжение… Погоди, погоди, мы сейчас говорим о похоти. Нет, видишь, как ты сразу начинаешь замыливать все эти понятия. Нет, почему? Нет, мы говорим только похоть. Да, окей. И ты сейчас, и ты сейчас… Если я хочу другого человека, значит, я уже не люблю того, кого я не хочу. А это сейчас про любовь. Да, потому что ты не можешь не хотеть того, кого ты любишь. Я говорю, что… Это же связанные могут быть. Любовь и похоть. Могут быть связаны? Давай говорим про похоть. Могут быть. Ну, окей. Могут быть. Тогда это любовь. Да. И похоть – это некая… Тогда давай не будем обсуждать отношения, давай просто обсуждать секс. Погоди, погоди, погоди. То есть, похоть – это некая энергия психологическая, которая входит в комплекс чувств, которые мы называем любовь. Так. Если похоть выходит из этой системы, она превращается в слабость, потому что она становится доминантной другим фактором. И тогда тебе похоть говорит, ага, вот это тоже, я его хочу. И это становится слабостью, потому что у тебя больше нет этой системы, которая развивается… Ты в этот момент не в отношениях, никого не любишь и просто хочешь. Нет, если ты кого-то любишь, это другое. А ты просто кого-то хочешь. Не находясь в отношениях, например. Вот такое же может быть. Ты ни с кем не встречаешься. Просто пришел вечером после съемок в гостиницу, сидит красивая девушка. Ты ее не любишь, не собираешься. Ты никому не изменяешь. У тебя нет семьи. Почему это плохо будет, если ты условно захочешь удовлетворить свою похоть и провести с ней просто одну ночь, от которой все получат классные впечатления. Я, да, я это понимаю, да. То есть это все равно будет декаденством? Да, знаешь почему? Почему? Потому что ты не работаешь над созданием своей системы любви. Ну тебе не надо со всеми работать над созданием… Нет, не надо, не надо. Но если ты это сделаешь один раз, окей, нормально. Если сделаешь три раза, нормально. Но если ты начинаешь так жить, если это превращается в твою модель поведения, тогда это ведет в декаденство. То есть у тебя никогда не было то, что называется one night stand? Нет, было. Было. И ты плохо себя после этого чувствовал. Но дело в том, что, да, я тебе договорю, дело в том, что если это происходит один раз, второй раз, третий раз, в какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет. Ты согласна со мной? Ну нет, я бы не стала так это оценивать, но просто есть люди, которые живут так, и ни с кем не встречаются, и всеми меняют партнера. А как бы ты это оценила? Не зрелость, скорее, человеческая, но я бы не давала этому негативную оценку. Я не считаю, что похоть это плохо. Разве не зрелость, это не негативная оценка? Нет, ну как, есть люди, которые не готовы, например, ни с кем встречаться. Им нравится менять сексуальных партнеров. Ну, а что там плохого? Это нормально, потому что это исходит из человеческой природы. Ты сам каждые два года меняешь девушку. Согласен? Ну, я поэтому не думаю, что я... Нет, у тебя только аглая, тут уже понимаешь... Почему ты думаешь, что я... Я не думаю, что я идеальный. Я не думаю, что я веду правильный образ жизни. Но я понимаю хотя бы, что то, что я делаю неправильно. И я понимаю, что мне надо это менять. И я стараюсь это менять. Понимаешь? А то, что я веду себя так, это не заставит меня сказать, что это правильно, потому что я веду себя так. Но ты себя так ведешь. Да. Но я стараюсь быть лучше. Я стараюсь что-то менять в этой своей жизни. Окей. Теперь, то есть ты, может быть, делаешь какие-то духовные практики для этого? Или ты просто вот говоришь об этом? Да. Делаю духовные практики. Какие? Вот сегодня начался пост. Ты знал об этом? Знала, да. Я хотела тебя об этом спросить. Я знаю, что ты религиозный человек. То есть ты все, ты не пьешь, ты не... Да. Не курю, не пью. Вот и... Давай, чтобы закрыть ту тему, про ЛГБТ, как связано декаденство... Да. Давай про пост. Декаденство протыскал. ЛГБТ, да, декаденство. Как связано все, что ты говорил сейчас о любви, похоти и этой взаимосвязи с ЛГБТ-сообществом? А ты про что говоришь? Ну, я говорю про то, что если мужчина любит мужчину другого или просто хочет с ним заняться сексом, неважно. Давай, давай. И это делается по согласию совершеннолетних людей. Я считаю, что это нормально. Я тебе сказал про секс. Да. Это сексуальная ориентация, да? Ну да. Ты мне спрашиваешь. Я тебе объяснил про секс, как это распространяется и на ЛГБТ. То есть если двое мужчин любят друг друга и занимаются сексом, это нормально? Давай про любовь. Ты мне объясни. Что такое любовь? Ну вот видите на этот вопрос и все, я встала от тебя. Если два человека любят друг друга, давай мы с тобой сразу вот определим. Любовь, когда хотят жить друг с другом, им хорошо вместе, они чувствуют родственную душу, они понимают, что человек... И воробей и носорог хотят жить друг с другом. Не хотят. Воробей и носорог не хотят жить друг с другом. Они друг друга пользуют. Один что-то у него берет. Это симбиоз. Это пользование друг другу. Это не любовь. Любовь бескорыстное чувство. Когда ты готов к самопожертвованию ради другого человека, когда ты хочешь, чтобы другому человеку просто было хорошо, и ты многое готов для этого сделать. И в этом нет ничего скверного. Что ты делаешь в своей спальне, это другое дело. А то, что ты сейчас сказала, это абсолютно и не дикадентство. Это может сочетаться со спальней? Вот эти чувства со спальней могут сочетаться? Сочетаться со спальней? Да. Когда ты хочешь, в зависимости от того, как ты тебя в спальне ведешь. Ну, не будь демагогом. Ну, с сексом это же может сочетаться. Самопожертвование искреннее и занятие сексом. Вот если один такой мужчина занимается любовью с другим мужчиной по общему согласию, это нормально? Это ты назвала сейчас любовью. Я у тебя знаю, такое ощущение, что ты просто не можешь ему что-то ответить на это. Это же не про Крым. Я могу тебе ответить на такой вопрос. Так, ответь. Это нормально? Ты все время пользуешься словами. А я тебе скажу почему? Потому что для тебя, как для религиозного человека, это не должно быть нормально. Потому что у нас есть в православии, насколько я знаю, грех. Я про слово нормально сейчас хочу тебя спросить. То, что я веду себя так, как я веду себя, мне не дает право сказать, что это правильно, и это нормально, и это хорошо. То есть я понимаю, что я понимаю, что я грешно. Таким образом, я имею право называть и подобное поведение ненормальным и грешным. Ты понимаешь, что с такими взглядами, например, в Голливуде тебе было бы очень сложно сделать карьеру? Почему? Я понимаю. Ну, потому что Голливуд – это очень либеральная среда. Это люди… А разве я не либеральный? Нет. Почему? Ну, потому что… Это что? То, что я никого не осуждаю, пусть люди делают то, что они хотят. Только я имею право думать, что… Нет, ну ты внутренне с этим не согласен. Это не… Я не согласен со своей собственной ситуацией и положением тем, как я веду себя. И поэтому стараюсь себя изменить к лучшему. Ой, кстати, вот модный чемоданчик. Глоуптроттер, ребят. Спасибо. Эстет, милыш. Не Луи Вьютон какой-нибудь, вот мог бы быть здесь сейчас в паттерне. Луи Вьютон пошлятина. Нет. Глоуптроттер. Классный чемодан. Спасибо. Да потому что Луи Вьютон не было. Что-что? Что, Луи Вьютона нету у тебя? Я говорю, что не было Луи Вьютона. Нет, я же что, я не люблю. Какие-то, да, вот у тебя что здесь? Бруно. А, нет, ребята. Блин, нормальный человек эстетский. Смотрите, у него чемодан Глоуптроттер. Это дорого, но это как бы такая мехом внутрь. Я так люблю. Куртка у Милыша. Брунелла Кучинелли. Ребята, это не жук лапкой почесал. Это супер дорогая фирма, но такая, по которой никогда не скажешь, что она дорогая. То есть это вот не вот это вот говно блинсягой обвешаться. А это вот, понимаете, человек со вкусом, со стилем. Правильно я тебе говорю? Ты любишь Брунеллу Кучинелли. Я обожаю, кстати. Одна из моих любимых мам. Мне так нравится, как ты о мне говоришь. Правда. Мне вообще не хочется тебя перебивать. Ты продолжай. Ну это я вначале так всегда, понимаешь. А потом раскрываю. Конечно, ты знаешь, как вначале вазелином немножечко, а потом уже ебать. Прости, я не знаю. Я не знаю. А что это значит? Не знаю. Я настроен, я первое слышу. Вот мне тоже кажется, что неприличный. Опять как Хабалка себя веду, будут все писать. Какой хороший парень. И опять это Собчак все испортил. А ты за премией, кстати, наблюдал, за Оскаром? Я не смотрел, но я почитал потом. Ты смотрел «Паразиты» фильм, который получил? Я не смотрел. Тебе понравилось? Ты согласен с выбором академиков, что это лучший фильм года? Я не смотрел все фильмы, поэтому я не могу сказать согласен, не согласен. А «Джокер» смотрел? Смотрел. Вот тебе что больше? Все разделились между «Джокером» и «Паразитом»? Знаешь что? Я рад, что «Паразит» выиграл, потому что это не американское кино. Но мне кажется, это немножко странно. Наверное, поменяли правила, потому что раньше ты не мог получить как фильм, который не на английском, чтобы выиграл все номинации. Сейчас это, по-моему, поменялось. Сейчас-то, да. И поэтому таким образом «Оскар» стал международной премией, а не американской. Это американская академия наук. Сейчас они стали всему миру... Но если бы ты был в жюри, ты бы за «Джокера» голосовал или за «Паразитов»? За «Джокера». Почему? Потому что я думаю, что «Джокер» имеет уникальное визуальное и художественное проведение, которое он смог измерить этот мир Марвела с сегодняшней ситуацией. И эти два принципа, которые должны быть разными, это коммерческое кино, а это художественное кино, они смогли сделать из этого единое дело, единое художественное достижение, которое и нравится, но и говорит о очень серьезной проблеме. А это нехватка любви в современном мире. И как это искажается на психологии человека, на его психике. А если бы тебя позвали в Голливуд на какую-то, ну, скажем так, роль с определенным окрасом? Ну, знаешь, как часто зовут русских актеров, зовут играть там русских бандитов, да? И вот они едут в Голливуд, больше никак они не могут туда зайти, но начинают играть плохих русских парней. Вот если бы тебя позвали играть, ну, не знаю, там, Милошевича, но в сценарии, где он там крайне негативный персонаж, преступник, ну, классный сценарий, блокбастер, снимает Спилберг, многомиллиардный бюджет. Ты бы согласился? Я не большой поклонник Милошевича. Для меня главное, чтобы Сербию и сербский народ не показывали, как злодеев. Ну, сербского злодея согласился бы играть? Вот условно. Я просто пытаюсь понять, разделяешь ли ты в этом смысле там актерскую игру и свои убеждения. Разделяю. То есть в смысле... Пошел бы играть сербский. Не, не, не пошел бы. Не пошел бы. Знаешь, почему? Не пошел бы, потому что большая... Это сейчас большая информационная война против Сербии в последние 30 лет. Если бы такой тенденции не было, я бы тогда согласился. Потому что почему бы нет? Ты можешь критиковать свою политику, свое общество и так далее, но если ты тогда становишься в ряд с людьми, которые ведут информационную войну против твоей страны, тогда это стоит задуматься, надо ли это делать. То есть здоровая критика... Я согласна, кстати. Здоровая критика часто превращается в информационную войну против своей собственной страны. Поэтому я бы, скорее всего, отказался. Я отказался от двух таких предложений. Расскажи, это интересно. А что за предложение? Ну, одно предложение было... Это история в Сараево. Какая-то молодая пара и так далее. Как бы никто... Все виноваты, но сербы были больше виноваты, чем все остальные. Это одна такая история была. И вторая, я уже не помню, что это там было. Не помню. История тоже какая-то война. А фильм-то в итоге сняли про Сараева, нет? Нет. Я не слышал. Ты ведь какие-то свои позиции очень жестко отстаиваешь. Ну, вот, например, в своем творчестве, например, фильм «Балканский рубеж». Да. Ты же заявляешь там свою позицию. Да. Она у тебя абсолютно четкая. Да, потому что я прожил. Да, ты рассказывал про бомбежки, которые, так понимаю, рядом с моим домом происходили. Я исследовал этот момент. Я разговаривал с офицерами, с простыми солдатами, которые там участвовали. Я не думаю, что кто-то может быть настолько тупым, думать, что НАТО там, в Сербии, защищало человеческие права. И никто не может, наоборот, с другой стороны, быть настолько тупым, думать, что Милошевич не делал тоже нарушение человеческих прав и не делал какие-то очень плохие поступки. Значит, если трезво на это смотреть, должен понимать, что зло, оно не приходит с одной стороны. Да, но в балканском рубеже зло с одной стороны. Там очень четко показано, что зло, что не зло. Это конвенция жанра. Жанр не разрешает, такой жанр боевик не разрешает нашего интеллектуального размышления. Когда ты находишься... А зачем ты выбрал такой жанр? То есть, можно же было сделать это кино, как раз показав и ту, и ту правду? Ну, это кино я не придумывал сначала. Меня позвали играть, мне идея понравилась, и я потом подключился. Но ты выступил со-продюсером? Я подключился как со-продюсером и сказал, ребята, ну, эта история касается моей страны тоже. Давайте попробуем мы тоже поучаствовать в этом как продюсеры. Но то, что я хочу сказать, можно все релатизировать, абсолютно все можно релатизировать, и тогда ничего не будет важным. Почему? Все будет важным, просто будет иметь много углов, с которых можно посмотреть на правду. Да, да. Потому что она для каждого своя. И если все будем так размышлять, то никто не будет способен действовать. Будут способны действовать только люди, которые готовы в определенный момент принять решение. Значит, такие люди тоже должны быть. Это оперы. Люди, которые ведут страну. Если ты обо всем будешь постоянно думать и возвешивать, те, которые не будут думать, тебя будут подавлять. и поэтому я выбрал... Либо ты должен заставлять всех думать и взвешивать. Ну, да. Ну, это тоже вариант. Это вариант в Царстве Божьем. Мне как раз кажется, что проблема в том, что людей агитируют очень узко смотреть на мир либо в одну сторону, либо в другую. Согласен. Либо красные, либо белые. Ты не можешь быть посередине и понимать, что там революция произошла, потому что царская Россия подавляла людей. Я тебе задам вопрос. Но агрессия тоже была... Можно я тебе задам вопрос? 90... 1915-16 год. Ты знаешь, что произойдет в 17-м и 18-м. С кем бы ты была? С красным или с белым? Это очень хороший вопрос. Тебе надо продолжить вести свой блог на Ютьюбе. Ну... Честно... Честно. Я тебе могу сказать, что я бы была... Все идет к конфликту. Да. Но если бы я не знала... А я знаю, что будет дальше или нет? Это важно. Но ты знаешь, что будет очень кроваво. Ты не знаешь, кто победит. В 15-м году никто еще не знал, что будет так кроваво. А-а-а... Ты бы знала, потому что ты изучала историю. Нет, если я знаю, что кроваво, я точно не с красной. Все, которые чуть-чуть знают историю, понимают, что она повторяется и знают, что такое может произойти. Я тебя уверяю, что футуристы, что люди, которые... Ты понимаешь, что перед революцией в революционном движении российском вся прогрессивная часть общества была в нем? Потому что за ними был прогресс, за этим было искусство, равноправие женщин. Я могу тебе сказать, что я, как человек, который принадлежит культуре, который считает себя прогрессивным, я думаю, что прогрессивные люди, в них есть определенная доля инфантилизма. Всегда. Всегда они как-то верят в идеалы, они всегда критикуют тех, которые традиционисты и так далее. Но мне кажется, когда речь идет о том, что произойдет в будущем, что традиционалы лучше знают, что произойдет, потому что они некто более находятся в земле, в корнях. Ты больше традиционалист, правильно я понимаю? А я стараюсь и прогрессивность и традиционализм совместить в одной, скажем, эти два принципа измерить в одном взгляде на жизнь. Ты либеральный консерватор? Можно так? Ты можешь мне ответить? Давай вернемся. Ты понимаешь, какой вопрос? Что за красными в какой-то момент был прогресс, а потом за ними стал террор. Ты на стороне белых в тот момент. Нет, в тот момент, еще раз, если я знаю, что кровь это просто очень важное введение. Я не могу быть на стороне большой крови в этом. А кровь произойдет, ты понимаешь, что идет конфликт. Но Маяковский не знал, что произойдет кровь. Погоди, эти стреляют в генералов, в министров, стреляют. Девочки, губернаторские дочки. Потому что в этот момент сколько людей. Идеалисты стреляют в генералов. И ты понимаешь, что окей, если они стреляют в генералов, тут надо какая-то мера защищать. Или просто скажешь, ребята, пожалуйста, не стреляйте больше. Ну кровь все-таки некрасива. Ну так не скажешь. Ты должен либо их застрелить, либо посадить в тюрьму. Ты бы был на чьей стороне? На стороне белых. Причем силой я бы защищал государство. Тебе не кажется, что сегодняшняя Россия, вот сегодня в 2020 году, она идет как бы против общемировых процессов. То есть мир двигается в одну сторону, а мы двигаемся как бы немножко в другую. Нет. Мне кажется, что Россия двигается своим путем. А мир это воспринимает как враждебный процесс. А может быть такое, что Россия ошибается? Может быть. Но я не думаю, что она ошибается. Я думаю, что впервые Россия не следит за Европой как за некой, скажем, такой источником мудрости. Потому что этот цивилизованный мир, я, как человек, которого этот цивилизованный мир бомбил, я тебе скажу, там нет ни демократии, ни человеческих ценностей. То есть они есть, но это не то, что двигает этим миром. Этим миром двигает интерес, определенное лобби. Но лобби есть везде. Оно разное просто. Думаешь, у нас нет определенного лобби? Ну, это военно-промышленный комплекс. Лобби военно-промышленного комплекса это машина смерти. Ну, у нас тоже же лобби и военно-промышленный комплекс тоже двигается. Да, но я не вижу, что вы везде по миру устраиваете войны. Нет, у таких сил, извини, Америка сверхдержава, она может себе позволить сегодня изображать из себя жандарма, понимаешь? И ты думаешь, что это нормально? Нет. Что это справедливо? Нет. Я думаю, что это справедливо. Тогда кто ошибается? Этот мир, который следит за этим, или Россия, которая идет каким-то любым другим путем? Я тебе скажу, я считаю, что бессмысленно обсуждать, справедливо это или несправедливо, потому что большая политика в принципе несправедлива. И там есть очень понятные правила. Согласен. Вот кто сильнее, кто экономически продвинутее, кто круче, тот и диктует условия. Так устроен этот мир. Можно обсуждать. Справедливо ли это? Нет. Но это так. Ну, слава Богу. Соответственно, что надо делать России? Надо России становиться самой сильной. Правильно. Вместо этого мы заняты как бы борьбой с теми, кто гораздо сильнее нас. Все время в этой борьбе проигрываем, а люди из-за этого живут только хуже. Я думаю, что у человека должен быть некий идеал, который находится за гранью своего желудка, за гранью... Слушай, тебе хорошо, когда ты получаешь большие деньги за свою работу. Так же, как и я, получаю большие деньги. Но ты понимаешь, что... Я тогда так думал, и когда я не получал, и когда я был, когда я жил с мамой... Еще тебе приведу, понимаю. Менял квартиру, когда у нас не было своей квартиры, когда мы селились 10 раз в Белграде, когда у меня не было... когда буквально не было... в холодильнике был пустой. Ты понимаешь, что люди на это готовы только умозрительно. Вот я тебе приведу конкретный пример про тот же Крым. Я не прошу тебя комментировать эту ситуацию, я про себя говорю. Вот у меня там есть водитель, который очень много лет со мной работает. Он очень радовался, когда Крым присоединили, Крым наш, круто, мы патриоты, все. Мы с ним все именно спорили, ну, в машине едешь и споришь с человеком. Ну, вот у него была такая позиция. Я говорю, ну, вот ты понимаешь, что жизнь будет гораздо хуже, что упадет, что будет проблема с рублем, что экономически у нас начнут сжимать Запада, что мы экономически сильно просядем за эти годы после Крыма. Но люди не понимают, что это связано. Сегодня ты поддерживаешь, ты как бы за русский мир, а завтра ты получаешь в два раза меньше денег, потому что ты страдаешь за русский мир. Да. очень просто быть умным, когда нам не надо принимать решения. Вот. Поэтому, слава Богу, я не занимаюсь политикой. Сейчас у меня будет для тебя тест на знание русского языка. О, смотри. Чтобы немножечко тебя повеселить и уйти от сложных политических тем. Значит, смотри, тест такой. Я буду тебе зачитывать русские шутки. Анекдот. Я не гарантирую, что они будут смешны. Я их выбирала по другому принципу. там есть, ну, какая-то скрытая шутка, связанная с языком, с игрой слов, русский культурный контекст. Я буду тебе читать шутку. Твоя задача не обязательно смеяться, но объяснить, в чем шутка. Окей? Штирлиц поставил шкаф на попа. Пастер Шлаг скончался. Шутка в том, что ты мне вообще это читаешь. Вот о чем шутка. Ну, я, я, ты знаешь, выписывала, я такой юмор не очень воспринимаю. Я не знаю, о чем шутка здесь. Правда. Ну, подожди. Штирлиц поставил шкаф на попа. Штирлиц... Что такое на попа? Под углом. А, под углом. Поставил на попа. Окей. Так. Пастер Шлаг скончался. Пастер Шлаг? Да. Что такое Пастер Шлаг? Это великий сериал 17 мгновений весны со Штирлицем. Там был Пастер Шлаг. Штирлиц... Пастер... Пастер... Это поп. Штирлиц поставил шкаф на попа. Пастер Шлаг скончался. Окей. Нет, да? Окей, хорошо. Так, хорошо. Сема, ты уже устроился? Нет, еще работаю. Ага, понял. В чем? Ну, типа, устроился на работу, а он говорит, нет, я все еще работаю. Бинго! Первая победа в нашем конкурсе. Это немножко яйкю, не только те... Нет, это русский язык. Окей. А вы знаете, почему волки не едят бабушек? Они во рту вяжут. Ага, понял. Так. Ну, вяжут во рту, типа, неприятно, они вяжут, типа, делают это свое рукоделье, да? Так. Ну, это икра слов. Икра слов, да. Бинго! Блеск вообще. Во время застоя самые спокойные очереди были в Мавзолей, потому что люди знали, Ленин не кончится никогда. Понял, да. Что? Что ты понял? Ну, ты же сказал, люди стояли в очереди там за обычным, за хлебом, там, едой и так далее, и они были неспокойны, но Ленин, он не кончится никогда, он вечный. Класс! Милош-то! Зря переозвучивали тебя в фильме «Холоп». Все хорошо. Плывут двое чукчи, наутлой латчонке Что такое чукчи? Чукчи – это национальность такая, они живут на севере России. А, чукчи, да. Чукчи. Плывут двое чукчи наутлой латчонке по Северному Ледовитому океану. Один говорит, хочешь, я тебе политический анекдот расскажу. Второй говорит, однако нет, а то еще сошлют куда-нибудь. Сошлют? Сошлют, да. А, отправят куда-нибудь, они уже находятся в жопе, понял. Они уже находятся в жопе, это отлично. Хорошо. Так, ну и, собственно, последнее. День рождения Наташи Ростовой. Наташа пригласила на праздник поручика Ржевского и всех гусаров полка. Значит, поручик следит за моральным обликом гусар, чтобы чего не ляпнули. За столом Наташа пытается завести светскую беседу. Вы знаете, я купила 17 свечек для праздничного торта, а на него влезло только 16. Ума не приложу, куда всунуть еще одну. Из-за стола вскакивает поручик Ржевский и говорит, гусары, молчать. Понимаешь? Понял. А можно не объяснить? Можно. Спасибо. Правда, что ты учишь русские шутки? Я думаю, у нас чувство юмора сервов и русских, оно очень похоже. То есть тут учить нечего. Просто надо понимать контекст и все. И слова. У тебя есть какой-то человек, который вот стопроцентно для тебя авторитет по поводу взять предложение или не взять? Михалков. Михалков? Ну ладно, ну ты шутишь. Нет. Не знаю, например, Ну Михалков, смотри, он ненавидит условно. У Звягинцева снялся. Тебе Звягинцев нравится? Я считаю, что Звягинцев, он он критикует по-настоящему. Да. Но это, но он не участвует в информационной войне против России. Он просто берет самое темное и плохое в России и делает некий диагноз. Ну я с тобой согласна. Он вообще большой мастер, я считаю, один из главных сегодня в России. Ну вот ты говоришь, Михалков, ну вот например, тебе не кажется немножко неприличным, вот он, есть же премия «Золотой орел», которая проводится каждый год. Ты видишь, кто там вообще побеждает. Ты понимаешь, что вот как это выглядит? Клим Шипенко выиграл в этом году и текст. Ну да, ну то есть, понимаешь, это премия, которую мы все понимаем, что учредил Михалков, он главный человек на этой премии. И все фильмы, если ты посмотришь, ну вот, кого они награждают, это фильмы, либо как-то связанные по каким-то отношениям с Михалковым, либо вообще не конкурирующие с ним, вот с точки зрения там, кинематографа. Как? Почему? Текст, который выиграл в этом году, он что, не конкурирует, что ли? Ну, это же... Я бы очень хотел, чтобы у вас было пять Михалковых, и чтобы они там все соревновались. Но, к сожалению, у вас в Михалковых только один. Ну, тебе не кажется, что он очень ревностно относится к людям, чей масштаб таланта мог бы быть с ним сопоставим в современной России? Например? Ну, например, никогда «Золотой Орел» не выигрывал еще при жизни Балабанов. Если ты знаешь такого режиссера, его, к сожалению, уже нет в живых. Я знаю, я знаю. Его, более того, он там и на других фестивалях не выиграл, но он, вот, на мой взгляд, является абсолютно тоже гением. Утверждать, что это ревность Михалкова, я не могу, но... Но ты не боишься, что он бы плохой тебе совет был? Я вот к этому. Нет. Ну, по крайней мере, как бы, я его мнение очень уважаю, я его очень люблю, но не все, что он говорит, я воспринимаю как Библию. А откуда взяться новым Михалковым, если, вот, собственно, все места заняты, и вся эта индустрия подчинена, вот, одним и тем же стареющим мэтрам? Я не думаю, что это так. Извини. Я просто нахожусь в этой, в этой киносереде уже лет пять, семь, девять, восемь. Ну, смотри, появился новый режиссер. Не знаю, смотрел ты или нет Дылду, Кантемер Балагов. Он снял те... Я не смотрел, но слышал, да. Ну, слушай, можно по-разному относиться к фильму, кто-то его очень любит. Я спокойно отношусь к Дылде, но мне очень нравится его первый фильм, например. Ну, мир рукоплещет, фестивали, все. Вот я специально посмотрела. Никита Сергеевич вот ни одной похвалы на эту тему. Ну, как так может быть? Ни одного доброго слова. Ну, как это, кроме как ревность, можно объяснить в принципе? Тут очень тонкая грань, когда ты оцениваешь, что человек делает и что человек не делает, а должен, по твоему восприятию, делать. Я бы очень хотел, я тебе повторяю, чтобы таких, как Михалков, было много. И тогда бы один занимался только Золотым Орлом, а второй только Академией. А ты вообще видел вот условно Бесогон ТВ? Ты знаешь, что это такое? Видел. И что ты об этом думаешь? Я думаю, что Михалков пытается людям объяснить некие процессы, которые происходят в обществе, и там продвигают некие свои системы ценностей, некие свои идеи. А ты что конкретно имеешь в виду про Бесогон? Что видел? его программы на Бесогон ТВ очень часто высказывают, ну, скажем так, ультраконсервативные взгляды. Он это делает очень эмоционально, линчует, обвиняет, и все это с таких ультраконсервативных позиций. Между прочим, одеяние священническое каждое, любое, освящено. Это несоединимое соединение таинства венчания с Шабашем или с катафалком, на котором приехали в ЗАГС. Знаешь, я как человек, который знает его лично, который с ним общался на разные темы, между прочим, и на эту тему, я никогда не видел, что он обвиняет людей, которые разделяют либеральные ценности. Я видел, что он против тех людей, которые под либеральными ценностями занимаются разрушительными процессами государства. Но это же оценочное суждение, ты же понимаешь? Оценочное. Но оценочное, что здесь истину очень сложно установить. Для кого-то человек, который идет на митинг за честные выборы, это человек, который хочет восстановления справедливости, потому что понимает, что их там нет сегодня в России. Который по-настоящему из-за этого выходит. Конечно. А есть те, кто скажет, да он просто хочет разрушить Россию, хочет, чтобы был развал в стране. То есть ты думаешь, что в этой толпе одни искренние борцы за... Я думаю, что разные, как в любой. Но вопрос, на ком ты делаешь фокус. Ты можешь либо сказать, что они все негодяи-разрушители, либо сказать, как раз, что там разные люди. И кто-то идет и с ним. Я не думаю, что Никита Михалков, такой человек с таким уровнем IQ, не понимает, что в толпе разные люди. Поэтому я думаю, он обращается конкретно к определенному профилю людей. Ну вот, например, в свое время есть такой очень известный русский певец Андрей Макаревич. Это группа «Машина времени». В свое время он высказал свою позицию и, скажем так, поддержал тех, кто считает, что ситуация с Крымом она неправильная и что Россия выступила агрессором против Украины. он имеет такую позицию. Михалков в своем эфире «Бесогон-ТВ» сразу же назвал его национал-предателем, что Макаревич предал свою родину и далее по пунктам посвятил этому полпрограммы. Сознание постепенно привыкает к тому, что, собственно, ничего особенного, если и говорить мы не будем на своем языке, да и страна будет вот такая, до Урала. Это называется технологией приучения к мерзости, я бы так это назвал, которая перестает быть мерзостью. Как ты считаешь это правильно, неправильно? То есть вот тебе пример того, что, ну слушай, человек может иметь же такую позицию, может другую. Его сразу обвинили в том, что он предал родину из-за того, что он считает, что Крым не наш. Чтобы сейчас комментировать и дать ответ тебе честный и полноценный, я должен комментировать ситуацию с Крымом. Не то, что я не хочу высказаться, а дело в том, что я здесь, я не гражданин России, и меня пригласили здесь участвовать в фильмах, участвовать в культурной жизни. Это как будто тебя пригласили на день рождения, а ты встал и начал говорить людям, ну вот мебель у вас не так, а здесь это надо поменять, это покрасить, и тут у вас дует, ну короче, внутреннюю, внутренние, как скажем, вещи и политику России или взаимоотношения России и Украины, я не буду комментировать. Вот, потому что я считаю это немножко неприлично. Но ведь получается, что тогда надо закрывать глаза на какую-то несправедливость, если она творится в другой стране, а ты просто гость? Закрывать глаза это значит не замечать этого. А публично высказываться это очень конкретное действие. Я поэтому редко комментирую и политические моменты в Сербии. Не потому, что у меня нет своего мнения, а потому, что если я и за мной миллионов подписчиков в Инстаграме или аудитория определенная будет разделять мои мнения, как человека, которого они там не знаю, любят, следят за ним, доверяют, я должен быть в этом смысле ответственный. Я должен изучать эту тематику, чтобы высказываться. Они так, знаешь, находясь на поверхности, это несправедливо, это неправильно, это ультра-концентротивно. То есть ты не хочешь брать на себя такую ответственность делать эти... Без настоящего погружения в это. Кто герой нашего времени? Герой нашего времени тогда, когда его создавали, это был человек, который... в котором существовала такая черная дыра, которая требовала смысла. А этого смысла не было. Потому что человек в глубине себя потерял некий свет. И давай назовем это бог. Ну да, но так же часто бывает, что человек просто перестает во что-либо верить, становится циничным. Это не делает его плохим человеком, он просто не может поверить и принять ту реальность, в которой живет. Мне кажется, цинизм, он проще, чем... и легче, чем поиск веры. Потому что циничным это как будто ты сдал позиции. И стал... Почему? Можно быть циничным и верить, и быть хорошим человеком, и добрым, и благодетельным, но прятать это за маской цинизма. Таких же людей очень много. А это не циничный человек. Ну как? Есть не дикие циники, а внутри трогательные дети. Ну, это маска, это снаружи, но это не настоящий циник. Ну, настоящий цинизм, ты имеешь в виду, это там, Иудушка Головлев, да, это не человек, который этот цинизм транслирует в мир, а человек, который по-настоящему так живет, прикидываясь иногда, кстати, по-настоящему циничные люди очень часто же прикидываются очень добрыми, милыми, светлыми. Ровно наоборот. И вот с этим я, кстати, часто сталкиваюсь. Человек такой весь... Добрый? Добрый. Изображает Клядя Мышкина, а внутри это просто адский цинизм. Да. Нет, ты мне, кстати, не кажешься очень циничным. Кто, я? Да. Нет, я делаю вид, что я добрый и такой положительный. Ну, делаешь вид, ну, так ты на этом деньги зарабатываешь, друг мой, ты зато главный положительный герой нашего кино. Тебя теперь можно даже звать Милош Бикович, сколько там, Триярда, или сколько? Триярда. Фильм Холоп, да. Да, да, да. Будет кличка. Милош Триярда. В сербской газете написали, что за один день я заработал, не кино, а я, три миллиона долларов. Говорю, ну, ребята, вы что, вы совсем, вы что хотите, чтобы меня вообще похитили в Белграде? Три миллиона за день. А сколько заработал на Холопе, вот лично? Я лично? Ну, ты, я думаю, это неприлично о таких вещах говорить. Почему очень прилично? У нас все... Гораздо меньше, чем три миллиарда. Ну, подожди, я думаю, должно быть, ну, тысяч не меньше триста долларов. Да? Где-то так. Ошибаешься. Больше? Конечно. Меньше, чем триста тысяч долларов? Друг мой, ну, вообще, блин, вот, Илаян, не доплачиваешь актерам, хорошо, а сколько, двести? Ну, давай... Подожди, у тебя ставка, ну, давай, я же тоже... Я тебе сказал примерно. Ставка на такой фильм примерно, ну, сколько, ну, пятьсот тысяч в день. Сейчас пойду звонить. Окей. Все, нельзя его мучить, про деньги. Сейчас, я пойду. Я через минуточку, хорошо, мне надо поговорить с какими-то людьми. Алло. У меня еще вопрос по поводу фильма «Кома», в котором ты снимался. Этот фильм делал продюсер Сарик Андреасян. Насколько я знаю, я поспрашивала перед интервью разных людей, к нему очень, скажем так, ироничное отношение в киноиндустрии, то есть ко всему, что делает Сарик Андреасян. Считается, что он занимается, ну, такой коммерческой совсем халтурой и тяп-ляп делает, значит, такие, низкокачественные пирожки для народа. Ты согласен с этим определением? Я из его фильмов знаю два. Знаю «Защитники», которые мне не нравятся, и «Кома», в которой я участвовал. «Кома» тебе понравился фильм на выходе? Я думаю, что в этом фильме есть много проблем, вот, и что идея хорошая, технологически он сделан. хорошо, в смысле, графики, как это снято, но проблема в мотивации персонажей, в их отношениях, продуманности этого мира, вот, в этом есть проблема. Так что, неоднозначно. но это было вот просто потому, что деньги большие, или почему? Во-первых, я это согласился очень давно. То есть, сейчас бы не пошел. Если бы у меня не было такого опыта, как «Кома», до сих пор, я бы тоже пошел. А сейчас, когда у меня такой опыт уже есть, я бы не пошел. Чтобы было абсолютно честно. Есть люди из актерского цеха, твои коллеги, кому ты, ну, не то, что завидуешь, но ты думаешь, что с ним бы хотел сыграть в одном фильме, на него ориентируешься, или у человека там роль твоей мечты? Я, ну, нет такого, но я очень уважаю, уважаю Петрова, я уважаю Козловского. Это твои главные конкуренты, по сути дела. Петров и Козловский, да? А я не думаю, что это конкуренты. Ну как, я думаю, что у вас сейчас трое. Мы достаточно разные. Я уважаю, например, Александра Паля, Кузнецова, тоже актеры, которые мне нравятся, и с которыми мне нравится работать. Вот. Ну, подожди, ты хочешь сказать, что условно Петров не смог бы сыграть в фильме «Холоп»? Это было бы совсем другое кино. Ну, конечно, потому что было бы Петров и не ты, но персонаж, вы же в чем-то похожи, нет? Просто энергетика, которая излучает человек, ритм его поступков, мысли, поведения, частота его мысли, она разная. И в этом, это просто, ты их воспринимаешь, ты нас воспринимаешь по-другому. Но спасибо тебе, что ты меня поставил в эту тройку, в троечку этих... А ты что, себя ставил сам в какую-то другую? Нет, ну, просто для меня это... Пребогатыря. Это троечка. После «Холопа» точно. Мне она импонирует. Кто лучший продюсер России на сегодняшний момент, как ты считаешь? Ну, в зависимости, чем ты это... Как ты это будешь оценивать? там, в эту... Тут входит, я не знаю, и Роднянский, и Лоян, Ну, для тебя, кто лучший продюсер. Как сказать, это лучше? А чем ты это обосновываешь? Ну, для меня, например, я для себя вот лично выбрала бы критерий выхода на Запад. Для меня Роднянский, в этом смысле, человек, который единственный пока, кто смог продвинуть русское кино на Западе на таком уровне, для меня это важнее, чем, условно, деньги или продвижение блокбастера. Оценка, да. Ну, для меня лично. А для тебя? Мне интересно про тебя. А я не могу сказать, что важнее. Потому что все это сделает совокупность российского кинематографа. Я не могу сказать, что вот это, извини, пожалуй, но это все очень важные факторы. Про русское гражданство ты не думал еще? Пока я оформляю РВП. То есть ты хочешь жить в России и связывать свою жизнь именно с Россией? Да? Ну, я не думаю, что я только здесь остановлюсь. Я, может быть, буду делать что-то там с итальянцами или в Голливуде и так далее. Мне кажется, если ты так будешь в России и с такими взглядами, тебе будет тяжело объективно ввиду политической ситуации делать что-то в Голливуде. Это же тоже важный фактор, согласись. Я понимаю, но я не могу... Они будут... Вот они посмотрят вот это про ЛГБТ, про Эмиры Кустурицу, Михалкова, скажут... Что про ЛГБТ? Ну, ты человек... Мне это очень нравится. Я вижу, что мне кажется, ты в этом искренне. Ты таких очень консервативных взглядов, при этом, как мне кажется, ты... Ну, не то, что ты это конъюнктурно говоришь, ты правда, мне кажется, так воспитан. Я не думаю, что это консервативно. Я думаю, что это просто честно. Значит, есть некая система ценностей, из которой я... Где я родился и где я воспитан. И самое главное в этой системе ценностей это не осуждай. Не осуждай, но при этом женщины, которые делают аборт, они грешницы. Мужи ложество грешно. Извини, извини. Нарушать пост грешно. Человек родился во грехе. Именно вот это. А я не согласна, что человек родился во грехе. Человек рожден для счастья и без всякого греха. Почему христианство внушает нам, что мы в принципе сразу виноваты, когда мы родились? И кто тебе запрещает быть... Так думать? Никто. Так а мы же не говорим про запрет, мы говорим о том, как думаешь ты. Мы виноваты по факту нашей павшей природы. Почему же она павшая? Она не павшая. Потому что это гениальная система. Потому что это психологически гениальная система. Конечно. Потому что чувство вины это главный крючок, на котором держит человечество. Нет, не чувство вины. Не чувство вины. А чувство покаяния. То есть процесс покаяния, который тебя заставляет работать над собой. Это же невероятная манипуляция. Я не думаю, что это так. Знаешь почему? Потому что ты в этом видишь некий подвох. Ну, честно говоря, я вижу в этом большой подвох. Да. Ты в этом видишь подвох, и ты думаешь, что все религии это... Это способ управления человечеством. Ну как? И думаешь, что религия это только способ управления человечеством. Что тебе дает твоя религиозность? А ты попробовала когда-нибудь искренне проститься и причащаться? Искренне. Ты почувствовала когда-нибудь благодать? Ну, сложный вопрос. Можно назвать это благодатью, но какие-то состояния у меня были в жизни, когда ты очищаешься через какое-то... Ты почувствовала присутствие в молитве? Благодать такое? Такое чувство, которое одновременно и радость... Да, но я не связываю это с религией, понимаешь? Мне кажется... А что это религиозное? Или религиозный опыт? Ну, он связан с твоим личным переживанием, а не с какими-то... То есть я не верю, что от того пощусь я или нет, или считаю греховными людьми, которые, не знаю, делают аборты, связаны с моей внутренней благодатью. Понимаешь, вера же, она в человеке. И мне не очень понятно, почему мне нужен посредник. Понимаешь? Почему, условно, моя вера, моя молитва, мое покаяние должно быть связано с посредником в виде церкви. Ведь церковь, она что? Она посредник между тобой и Богом на земле. Она говорит, приходите к нам, креститесь так. Если ты крестишься иначе, ты уже не наш, ты уже католик. Или ты... Если ты можешь, если ты можешь так дойти без посредника, если ты такая, что тебе посредник не нужен, то есть ты настолько хорошо все это понимаешь... Не настолько хорошо, а мне кажется, это не зависит. А чем, вот я хочу понять, чем он тебе помогает? Чем этот посредник тебе помогает? Меня научили определенному искусству веры. И становишься ближе к Богу. И это не связано с тем, считаешь ли ты аборт грехом или нет, считаешь ли ты алгебритом грехом или нет. Это некие, скажем, церковные позиции о определенных тематиках. Но это не существенно, это не суть. того, из-за чего ты ходишь в церковь. Суть в другом. Суть именно в этом твоем личном личном опыте внутреннем, который ты чувствуешь. Тебя брат научил этому? Между прочим, да. И не только брат. И дело в том, что когда ты приходишь в церковь, даже если ты сейчас не веришь в это все, а физик тебе скажет, физик тебе объяснит, что частота мозгов, она работает, мозги работают на определенной частоте. Даже если просто говорить о физических, о волнах. Когда много людей, это называется соборность. Когда много людей молится на одном месте, в молитве, когда много людей верят в то, что происходит, эта энергия умножается. Вот. и эта частота создается, это дифференциация этих волнов и так далее. Но это же в любой практике. В любой. Но я говорю просто про физику. В буддизме, в индуизме. А если ты веришь еще в то, что там спускается Святой Дух, я верю в это, в литургии, спускается Святой Дух. И что вино и хлеб превращаются в тело и кровь. И знаешь, что самое важное? Что я абсолютно, пока я это говорю, понимаю, в камере, пока я это говорю, я абсолютно понимаю, что это может быть смешно кому-то. Нет, это вообще не смешно, мне кажется. Ну, может быть, кому-то. И дело в том, что если ты говоришь, что это способ управления массом, тогда мое высказывание на фоне твоих слов абсолютно смешно. Что я выгляжу, как овечка. А я это все понимаю. И я осознанно, вопреки этому всему, что ты сказала, исповедую свою веру в это. Мне не нравится, что каждая религия, я вот только против этого, и меня это смущает, пытается приватизировать истину и сказать, нет, ты не можешь достигнуть царства небесного, если ты не православный человек. Католик скажет, только если ты... Буддист скажет, ты можешь достигнуть нирваны только через буддизм. Я не могу сказать, что вот это плохо. Но я могу любить грешника. Вот в этом и все есть. Вся суть. Значит, я, у меня есть друзья, которые ЛГБТ. Я их люблю, как человека. Но я не могу сказать, что... то, что я не разрешаю себе, им оправдывать. Окей, давай честно. Если ты узнаешь, что девушка сделала аборт, ты будешь ей встречаться? Вот просто да или нет? Будешь? Абсолютно. Но если она будет продолжать делать аборты, тем более с моими детьми, я буду очень жестко менять свое поведение по отношению к ней. А даже, а если она случайно забеременеет, и ты не захочешь этого ребенка, ты все равно... Я не захочу? Ну, допустим, ты ее не любишь. Допустим, у вас просто... Ты же... Каждые два года у тебя новая девушка. А кто я такой, чтобы решать, жить ли я этому ребенку или нет? Надо было до этого думать, а когда уже сердце стало... То есть ты будешь жить с семьей с человеком, которого ты не любишь? Ради ребенка? Да. Ты знаешь, а что, если ты любишь человека, и ты у вас ребенок, и ты его перестаешь любить через год? Убивать ребенка? Нет. Почему убивать-то? Подожди. Ну, жить-то зачем, если ты не любишь? Если жить, ну, где любви нет. Ну, давай. Нет, ну, я же поэтому и уточнила. Одно дело сказать, я там дам деньги, буду воспитывать, другое дело жить с семьей. что ты сказал, что приватизация истинная. Ну, в Евангелии написано, кто не против меня, он со мной. Если ты закончишь актерскую карьеру, ты видишь себя в каком-нибудь духовном сане? Для тебя этот путь возможен, как для брата? Нет. То есть я уже пошел другим путем. И я не вижу сейчас... Греховно. Ну, ты в актерстве чувствуешь, что эта профессия побуждает тебя на... Нет, я думаю, что в этой профессии также можно служить. Ты служишь, только не говоришь Иисус Христос. Ты не... Это не говоришь напрямую. Ты служишь человеческой душе. Ты сейчас служишь? Ну, я думаю, что, например, фильм Холоп напрямую служит человеческой душе. Он берет определенный образ, систему ценностей и плохую, и он ее наказывает, и потом... Ну, такое... Тебе не кажется, что он играет с низменом в человеке, с желанием опустить того, кто успешный, с желанием показать успешного человека плохим, трусом и так далее? Мы не брали любого успешного человека, мы брали плохого. Ну, это ж карикатурный образ. Мы его наказываем, потому что он плохой, а не потому что он успешный. Никто там никого не... Тут там куча других успешных людей. Его отец, мы не наказываем отца. Он служит человечеству, этот фильм в том, что он внедряет правильные ценности. Например. А можно... И критика тоже может служить. Тоже может показать литимерию. Критика может быть духовно подъемной, скажем так. Или критик это всегда человек, который разрушает? Нет. Я думаю, может быть. Критика это разрушительная, разрушительный анализ, но он как операция. Он должен тебя отлучить, как это у вас, куколь, отлучить. Ну, ты имеешь в виду раковую опухоль убрать из организма. Ну, да. Кто твой любимый критик в России, кого ты всегда читаешь? Нет этого. Нет такого. Ну, вот видишь, можешь порекомендовать? Ну, я люблю Антона Долина, но я знаю, что у вас с ним не очень сложилось после этого фильма. А я, видишь, я... Ну, Плахов еще прекрасный, кстати. Я про Долина, у меня нет никакой обиды. У меня просто есть непонимание, как он написал про кино, не досмотрев его до конца, и не узнав эту... И как он не понимает этот жанр, что эти плохие, эти хорошие. Твое любимое кино? Какое? Вот самый твой любимый фильм. Крестный отец я очень люблю, например. Она мне очень нравится. Но я не думаю, что это лучшее, но я его очень люблю. Дрим Тим Партнерша по фильму. Вот женщина, с которой мечтал бы сыграть романтическую. А, Марго Робби. Кто? Марго Робби. Марго Робби? Да. А из русских? Ты знаешь, кто такой Марго Робби? Ты так сказала? Честно, нет. Марго Робби? Не знаешь, кто такой Марго Робби? Точно? Марго Робби? Нет. Я сейчас посмотрю фотографию, может, я просто имя не знаю? Ты имя не знаешь, ты точно знаешь, кто она такая. Последнее, что она взяла, А, ну, конечно, я ее знаю, красотка, невероятная. Или Мерил Стрип. Да. Мерил Стрип, да. Хорошо, из русских ты сразу Мерил Стрип, понимаешь? что никакой романтической, только можешь, она твоя бабушка может быть, понимаешь? Мэрион Стрип, какая у тебя может быть любовная, молодой любовник из России приехал в Америку и живет с пожилой женщиной. Любился пожилой женщиной. А что, любовь нет? Любви нет? Может быть, согласна. Хорошо. Из русских. Фу, знаю, облизываться начать. Смотри, интересно. Актерский и красавица, которая актерски неинтересна, с которым я не работал, это Чиповская, Ходченкова. Ну, я думаю, ты выберешь Ходченкова. Спасибо. Мне кажется, вы отдан абсолютно с другими взглядами, но видно, что ты искренний. Это прямо очень ценно. То есть, вот что ты это говоришь не потому, что Путин и там орден, и надо что-то сказать, а ты прямо вот верю в тебя, что ты так думаешь. Это очень важно. Спасибо. Хотя ты полностью не согласна. Я полностью не согласна, но я считаю, что ты, понимаешь, мне кажется, не важно, согласна или нет. Важно, когда человек искренний, или он это делает ради медали и того, чтобы в России сниматься. Сейчас очень много людей говорят то, что они не думают ради того, чтобы быть здесь значимыми людьми. А мне кажется, ты убежден в своих ценностях. Ну, я стараюсь их обосновывать. Чем-то просто не... Это правда.